Знаешь что, сказал Оля Лукоя, только не пугайся, я сейчас покажу тебе мышку. И правда, в руке у него была хорошенькая мышка. Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. «Чудесное помещение», — говорят. «А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу?» — просил Ельмар. «Уж положись на меня», — сказал Оля Лукоя. Он дотронулся до мальчика своей волшебной брызгалкой, и Ельмар вдруг стал уменьшаться. Уменьшаться и, наконец, сделался величиной с палец. Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. «По-моему, такой наряд тебе вполне подойдет». «Мундир ведь так красит, а ты идешь в гости». «Хорошо», — согласился Ельмар. Переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика. «Не угодно ли вам сесть в наперсты к вашей матушке?» — сказала Ельмару мышка. «Я буду иметь честь отвезти вас». «Ах, какое беспокойство для Фрейкин», — сказал Ельмар. И они поехали на мышинную свадьбу. Проскользнув дыру, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками. «Правда ведь чудный запах?» — спросила мышка-возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?» Наконец добрались и до зала, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы. Налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры. А посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все прибывали да прибывали. Мыши чуть ли не давили друг друга насмерть. И вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям. Так, что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зал, как и коридор, был весь смазан салом. Другого угощения и не было. А на десерт гостей обносили горошиной. На которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена. То есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Дива, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепна. И что они очень приятно провели время. Ельмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе. Хоть и пришлось порядком съежиться. И облечься в мундир лавянного солдатика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова